Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Самарканд». За неделю пресс-службы сообщают. Я Зарина Амрединова вместе с коллегами расскажем об итогах уходящих 7 дней. И вначале коротко о главном. На очередном приеме предпринимателей заслушано обращение более 30 граждан. Мониторинг и оценка открытости органов государственной власти и управления. Арабская компания построит солнечную фотоэлектростанцию в Катакурганском районе. Внутренние дороги районов области покрываются гравием. 80 китайских автобусов появятся на дорогах Самарканда. Пахтачи наградили призеров республиканского этапа интеллектуальной игры «За Коват». Экологически чистая продукция для населения Ургута по принципу от поля до стола потребителя. Более 20 женщинам и девушкам с Нарпайского района подарили швейные машинки. Рабочая неделя главы администрации области началась с приема предпринимателей и граждан. За неделю в областное отделение торгово-промышленной палаты поступило 27 обращений, 4 из которых остались нерешенными. Их обсудили на приеме Хуким области прокурор и руководители ряда управлений и организаций. Общество с ограниченной ответственностью Самарканд Котон Кластер имеется земля общей площадью 2760 гектаров. Из-за того, что на 279 гектарах имеются некоторые технические проблемы и нет возможности регистрации на специальной платформе, предприниматель не может заключить договор об аренде. Но при этом три года платит налоги за землю. Руководитель Кластера хочет вернуть землю обратно и просит практической помощи. Специалисты займутся решением вопроса, как и проблемой фермерского хозяйства Назар Карвон-де-Ласе, руководитель которого утверждает, что более 11 гектаров земли сотрудниками кадастровой службы незаконно переданы другому фермеру. Следующий заявитель из Ургутского района. Его сфера деятельности связана с текстильной промышленностью. В настоящее время он закупает оборудование из Китая стоимостью более 2 миллионов долларов США, для чего ему нужен банковский кредит. Но он его получить не может. Банкиры говорят о том, что у предприятия нет оборота и сомневаются о платежеспособности заявителя. Вопрос изучит Центральный банк, который скажет свое последнее слово. Кроме заявленных субъектов предпринимательской деятельности, на приеме было выслушано более 30 граждан по вопросам благоустройства их махалей, бесплатного жилья, финансовой помощи, незаконного строительства и других. Об этом и многом другом говорилось на семинаре администрации области с участием руководителя пресс-служб области. В нем принял участие председатель комитета по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий законодательной палаты Оли Мачлиса Ильхом Абдулаев. Он отметил, политика информационной открытости в первую очередь зависит от пресс-служб органов государственной власти. Также сказано о том, что необходимо действовать на основании правовых требований при обмене информации. Субтитры председатель комитета по вопросам инновационного развития. Президент комитета по вопросам инновационного развития, по вопросам инновационного развития, 운동 Субтитры председатель комитета по вопросам инновационному развитию Говорилось о том, что в последние годы при разработке поправок законодательства вновь принимаемых решений нормативно-правовых актов учитываются мнения и предложения местных профессиональных писателей, журналистов, а также зарубежный опыт. Информацию о проводимой работе по обеспечению открытости деятельности органов государственной власти и управления в регионе дал начальник областного управления агентства информации и массовых коммуникаций Маннопы Бадулаев. Маннопы Бадулаев. Маннопы Бадулаев. Маннопы Бадулаев. В ходе круглого стола поощркнуто, что газеты, телевидение или официальные сайты могут улучшить свои редакционные условия и экономическое положение за счет развития рекламы. Но, к сожалению, активность печатных интернет-изданий и руководителей телевидения в этом отношении недостаточно. Эта встреча была полезна и для каждого представителя пресс-служб. Сегодня мы говорили об укреплении нашей материально-технической базы, честного сотрудничества с работниками СМИ, содействия им в получении достоверной информации. Узнали, какие реформы проводятся в стране по открытости госорганов. В соответствии с полученными знаниями будем вести свою деятельность. Было решено почаще проводить подобные встречи и направлять мнение-предложения по данной теме. Одна из ведущих мировых компаний построит солнечную фотоэлектростанцию в Катакурганском районе. Об этом сообщает пресс-служба Хакимята Катакурганского тумана. Этот вопрос был обсужден в администрации района с представителями арабской компании МАЗДАР, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Азиатского банка развития и ряда других компаний. Группа инвесторов нацелена на строительство электростанции на основе альтернативной энергии на 500 гектарах земли в Катакурганском районе. Стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов США. В ходе диалога состоялся обмен мнениями с зарубежными партнерами по проекту и обсуждение предстоящей работы. Далее в общеобразовательной школе 95 в Махале-Шурак прошла встреча с жителями сел Мелихаджа, Иркинафас и Булохча, на которые выслушали их мнение и ознакомили с запланированными работами. В ходе строительства объекта будет создано около тысячи рабочих мест. Благоустройство территории, улучшение условий для здоровой, комфортной и удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей городов и районов. Решение проблем населения – это задачи, которые ставит президент перед государственными организациями. О том, какие меры принимаются в этом направлении, наш репортаж. В Пазаргомском районе до 15 ноября текущего года планируется укладка гравия на 40 километрах внутренних грунтовых дорог 21-й Махале. В настоящее время работы в тумане уже начаты. Более двух километров дорожного полотна в Махале-Каршообот загравировано. Такой же объем работ выполнен в Махале-Тенчлик. Два километра 200 метров дороги, соединяющие Махале-Тенчлик и Туркман, покрываются гравием. Это была очень пыльная дорога. По ней невозможно было ходить. Школьникам приходилось сложно. Трудно было и населению обеих Махалей, особенно при проведении каких-либо мероприятий. Вот теперь эта проблема решается. Гравийное покрытие дорог ведется и в Паярыкском районе. Здесь быстрыми темпами отремонтировано 27 километров грунтовых дорог в 12 Махалях, в том числе Тахиршайх, Бошкургон, Оккургон, Джавшарота и Ангелбот, где уже завершены работы. Пресс-служба управления транспорта Самаркандской области порадовала хорошими новостями относительно развития общественного транспорта в Самарканде. Так, существующие автобусы будут заменены на новые. В частности, до конца октября будет поставлено 80 автобусов, оборудованных в соответствии с необходимыми требованиями. Общество с ограниченной ответственностью Маракан Транс-777 достигло договоренности с китайским автомобильным заводом Кинг Лонг о закупке 80 автобусов. В настоящее время на заводе идет их сборка. В ближайшее время автобусы будут доставлены в Самарканд. Сегодня интеллектуальная игра «Закова» постепенно переходит в массово просветительское движение среди населения и находит все больше сторонников и последователей. В столичном дворце творчества молодежи прошел республиканский этап турнира «Закова» среди учащихся образовательных учреждений. В интеллектуальных соревнованиях приняли участие ученики школ из отдаленных районов республики. Радует, что команда общеобразовательных школ двух районов нашей области заняли в этом соревновании почетные второе и третье места. Согласно постановлению президента страны 21 января 2022 года о мерах по превращению интеллектуальной игры «Закова» от массово просветительское движение среди населения и развитию других интеллектуальных игр, Министерству народного образования, Агентству по делам молодежи и некоммерческой и неправительственной организации «Интеллектуальный клуб «Закова»» поручено проводить интеллектуальные игры на системной основе среди средних общеобразовательных школ. Ответственные организации провели турнир «Закова» в три этапа – районно-областной и республиканский. На республиканской сцене лавры победителя достались команде школы 36 Ферганского района Ферганской области. Второе и третье места завоевали ученики 11-й школы Нурабадского района и 12-й школы Пахтачийского района Смаркандской области. По этому поводу в Пахтачи прошло торжественное мероприятие, где наградили школьников-призеров. Необходимо сказать, что по рекомендации Оргкомитета победители и призеры республиканского этапа интеллектуальных игр принимаются в восстановленном порядке в учреждении среднеспециального и профессионального образования и высшее образовательное учреждение на основе базового платного контракта без вступительных экзаменов. Кроме этого, им будет выплачиваться стипендия «Закова». Участвуя в игре «Закова», мы со всей командой смогли проверить свои знания, получить возможность поступления в ВУЗу без экзаменов и еще будем на протяжении года получать стипендию «Закова». По инициативе администрации Ургутского района и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями для жителей отдаленных сел организованы передвижные торговые точки с продуктами питания по сниженным ценам. Передвижные ларьки с девятью видами продуктов питания организовали на нескольких автомашинах в отдаленных от дехканских рынках в махалях Терсак, Туртколь, Джоштепаблух, Буши, Муроткышлух и Ждувон, благодаря чему население смогло приобрести необходимую продукцию по дешевым ценам. По словам жителей, автоярмарки очень удобны. Им не нужно ездить за несколько километров, чтобы закупить на зиму продукты, такие как картофель, лук, рис, масло, мука. В штабе первого сектора Нарпальского района группе женщин подарили швейные машинки. Данная акция направлена на дальнейшее широкое вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и создание дополнительных условий для осуществления легальной трудовой деятельности. По этому поводу прошло мероприятие, в котором приняли участие официальные лица республики, области и района. Я состою в железной тетради. Сегодня мне выдали швейную машинку. Заранее обучили швейному делу, дали сертификат. Вот, например, этот халат, который на мне, я сшила сама. Впереди у меня большие планы. Возможность работать на новых швейных машинках получила 21 представительница прекрасного пола, включенная в женскую тетрадь. Таким был сегодняшний выпуск «Самаркан» за неделю пресс-службы сообщает. За нашими новостями следите в соцсетях по ссылкам, указанным на экране. Как будут развиваться события, покажет время. А мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова